Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал Настоящее Время, в эфире программа Археология, в студии Сергей Медведев. Пришли за иеговистами. 6 февраля датчанин Денис Кристенсен был осужден в Орле за организацию деятельности запрещенной экстремистской организации. Человек просто открывал калитку на собраниях свидетелей иеговы. Это первый такой срок в постсоветской действительности, срок за религию. Одновременно открываются уголовные дела в других городах. Почему сейчас и чем так опасны свидетели иеговы для российского государства? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. Свидетели иеговы – религиозная организация, основанная в США и в настоящее время действующая практически во всех странах мира. Ее название связано с убеждением участников, что их основная задача – говорить, свидетельствовать об иегове – одной из транскрипций имени Бога, который встречается в Ветхом Завете. Проповедь – неотъемлемая часть их религиозной практики. Свидетели иеговы обязаны регулярно ходить по домам, рассказывать о своей вере и раздавать брошюры. Они не принимают участие в политической жизни общества, не голосуют, не ходят на митинги, а также не служат в армии. Последователи организации отказываются от переливания крови и не позволяют этого делать членам своих семей даже по медицинским показаниям. Верховный суд России признал организацию экстремистской и запретил все ее отделения в стране. Жизнь последователя учения с тех пор сильно усложнилась. Многие оказались в СИЗО или под домашним арестом. Например, один из лидеров Орловской общины Деннис Кристенсен получил 6 лет колонии за активные действия организационного характера, которые он предпринял для возрождения местной религиозной организации. Так чем же свидетели Иеговы так не угодили российским властям и за какие грехи эту конфессию признали экстремистской? У нас в гостях Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра СОВА и Алексей Юдин, историк и религиовед. Александр, есть какая-то логика, что именно сейчас пошла такая массированная атака? Ведь, как я понимаю, решение Верховного суда ему уже скоро два года будет. Год. В 2017 году это было сделано, но на самом деле я не думаю, что атака пошла сейчас. Это медленно раскручивавшийся маховик. То есть, собственно, нынешние преследования свидетелей Иегова были давно и, собственно, почти всегда были. А вот реально та кампания, которую мы видим сейчас, началась в 2009 году и постепенно раскручивалась. Это такая целая ее история, даже с юридической точки зрения. Просто постепенно вот дошло уже до реального приговора. Хотя были другие приговоры раньше, были запреты организации раньше. Ну, условные, кажется. Да, были условные, да. Ну, или у людей истекал срок, пока это все рассматривалось, срок давности. То есть, просто эта мясорубка медленно начала крутиться, и сейчас она уже дошла до такого серийного публичного резонанса. Это на самом деле сильно. То есть, я бы вот поспорил с тем, что вы сказали, что это первый срок за религию. Это не первый. У нас есть мусульманские группы, которые не политизированы. И поэтому нельзя сказать, что их преследуют как политическую оппозицию или там как террористов, потому что они не имеют отношения ни к тому, ни к другому. Но, тем не менее, там тоже уже дошло до сроков. И весь тот же механизм. Сперва запрещают какие-то их тексты, потом запрещают организацию, потом начинают привлекать людей за то, что они в ней как бы участвуют. Сперва их наказывают условно, потом реально. Все то же самое. Алексей, как я понимаю, эта история для них тянется очень давно, еще с советских времен, и фактически все время существования этой секты. Они находятся так или иначе в такой латентной конфронтации с государством. И не только латентной. Я думаю, что эта история началась буквально с первых лет, десятилетий существования. Тех, которых мы называем свидетелями Иеговы. Напомните, когда это появилось? С 1931 года они стали свидетелями Иеговы. История их, конечно, с конца 19 века. И мы видим, что именно... В Америке. Пока еще в Америке. Пока в Америке. Это очень важно. Для меня, как для историка. То, что, во-первых, генезис, конечно, протестантский. Там, как говорится, солисты, пресс-витериани. То есть, такие очень свободные, такие либеральные группы протестантов. Из них вышел Рассел. Чарльз Рассел, основатель. Вот того движения, мы назовем пока движением, которое мы именуем свидетелями Иеговы. Среди религиоведов, я здесь присутствую как религиовед, идут споры. Это протестантское движение, или это какое-то новое религиозное движение, или это какое-то микшированное синкретическое и так далее. Поэтому высказывания, например, по отношению к свидетелям Иеговы со стороны представителей христианских, ну так, исторических традиций, очень сложные. Они кто такие? Они тоже христиане? Оп. Так. Целый ряд вопросов. Они протестанты, опять целый ряд вопросов. А не церковь? Или церковь здесь нет признаков церкви? Вот хороший вопрос, Сергей. Понимаете, есть такая организация, Всемирный Совет Церквей, где все вроде легальные, признанные и так далее. Ну как признанные? Они, там просто написано, что вы можете называть себя церковью, но вот на нашем форуме другой не обязан вас считать церковью. Вот такая вот свобода, да? То есть я церковь, а то, что он думает, что я не церковь, это его проблема. Они, конечно, для себя церковь. И у них есть собственное название для вот своей церковной организации. Это тоже принципиально важно. Вот. Но вот эта дистанцированность от публичной, социальной, государственной жизни, у них была, наверное, среди всех религиозных движений максимальная. Не признание государственной атрибутики, не участие в делах государства, публичной жизни и так далее. У нас своя жизнь. Это их совершенно отчетливая заявленная позиция. А другие государства как-то на это реагируют? Вот у них были такие же истории конфронтации с... Третий рейв. На нацистской Германии. Ну, нет, третий рейв, да. Поэтому еще поговорим, скажем, из нынешних сейчас существующих государств. Есть ли такая же история противостояния, как в России? Скажем так, в Европе такого нет, конечно. Где-то, наверное, есть. Я сейчас не вспомню просто. Ну, Европа там вообще не указ. У нас есть Туркменистан. Ну, вот, да, у нас другой указ. Ну, хорошо, давайте исторически посмотрим. Значит, такие наиболее явные, ну, естественно, первое, что приходит, действительно, Третий рейх, они, по-моему, чуть не первые, бывшие, попавшие в Освенцим. Они еще до евреев первыми попали в Освенцим. Кстати, история свидетелей Егова, ведь, довольно тесно связана, да, с еврейской историей XX века, с сионистской историей. Какие звезды? Рассел приветствовал переселение евреев в Палестину. Причем, видимо, он приветствовал по религиозным мотивам. А сионизм, в общем-то, был совершенно светской. Да, идеей и движением. Даже в конфликте с религиозным иудаизмом. Но евреи приветствовали Рассела по возвращению в Америку. Он довольно активно ездил в Палестину и даже чуть ли не в Японию. Кстати, по пути, по-моему, был в России. Буря оваций. То есть, он герой вот этого еврейского движения, который мы называем сионизмом XX века, безусловно. Возможно, по этому поводу у ребят из Третий рейха в их адрес были большие подозрения. А уж не евреи ли они там часом со своим Еговой? Ну, там вот давление там было очень сильное. Фактически, там они как одни из наиболее третируемых наравне с их больными. Там не было как бы директивы о поголовном уничтожении. Но, тем не менее, они в массовом порядке отправлялись в лагеря и их казнили. Даже просто за сам факт участия в организации. В чем основной пункт противоречия был? Что не участие в жизни государства, а отказ от военной службы? Ну, они принципиально поперек всего, что провозглашал Третий рейх в сущности. Они никак не связаны с государством, с идеей нации. Они совершенно равнодушны к фюреру, потому что они вообще против такого рода культа личности, так сказать. Так что, да. Ну, и, наверное, действительно, я согласен. Это какие-то еще подозрения, потому что все-таки руководство Третьей рейх, рейха, оно несколько паранояльное же было. Да, вот совершенно справедливо Александр очень точно сказал. Они были просто поперек всего, что существовало в государстве такого типа. И прежде всего, вот этот авторитет вождя, фюрера, они были совершенно неприемлемы. Все, извини. То же самое в Сталинском СССР? Конечно. По тем же причинам? Ну, по тем же и по другим. Да, мы понимаем, что эти вот государственные организмы типологически очень близки. Хотя и наполнение, да, идейное, идеологическое немножко разное и так далее. Там тоже они совсем не вписывались. И если ты, ну, как помните, да, вот эта вот советская жизнь, вот ее мощный уклад, и как это быть поперек. Ты что, ты что, не с нами? А те вообще ни с кем. Они сами по себе. Ну, и в советское время, конечно, добавлялось то, что, в принципе, какая-то ярко выраженная религиозность любого вида не приветствовалась. А, они абсолютно религиозны. То есть в Третьем Рейхе, ну, тоже без особой симпатии смотрели, допустим, на пламенных католиков, но терпели их как-то, да? Ну, не то, что без симпатии, но там была очень сложная история. Думали, вот победим, тогда со всеми разберемся. Ну, да, но они не свои, скажем так, были. А у нас все-таки жестче именно к религиозности. И это, кстати, мне кажется, до сих пор аукается. Вот эта подозрительность ко всякой такой ярко выраженной религиозности, она очень распространена в нашем обществе. И если применительно к таким, не знаю, санкционированным исторически, с государственной стороны, санкционированным религиям, граждане готовы мириться с какой-то избыточной, так сказать, религиозностью. Ну, с их точки зрения избыточной. То по отношению к тем, у кого такой санкции нет, мириться не хотят. Они как сектанты, они проходили в категории сектантов в Сталинской номенклатуре. А, ну да. Еще как. Просто первым номером. Ну, их наравне со всеми прочими сектантами давили. Хороший вопрос. Пятидесятники, минониты, адвентисты. Может быть, даже какое-то было отдельное производство. Я не исключаю такого. На самом деле, трудно сказать. Это надо смотреть по цифрам. Время все совершенно подвергались репрессиям. Понимаете, давайте вспомним. Мы не совсем равномерно. Даже глаза закрою и вспомним советское время. Я думаю, что слово «яговист» было каким-то особо мрачным. Ну, «баптист» тоже было плохое слово. «Баптисты» там детей чего-то ели, распинали, да, там, предположим. А вот «яговист» — это вообще какой-то инфернальный такой. Да, и гонист наравне с сионистом, как будто. Еще звучит как-то плохо. Семиотически, да. Плохо звучит. А что это такое, никто не знал, не видел. Они сидели при... Да, да. Они сидели, конечно. Они при Сталине сидели, и потом, когда хрущевские гонения начались. Ведь особая миссия, да, свидетелей Ягова, это распространение литературы. Вот эти возвещатели, они еще распространяют. Листовки, буклеты, книжки, журнал «Сторжевая башня». А посмотришь, что такое в Советском Союзе? Журнал «Сторжевая башня». Прямо из Бруклина. Прямо? Висел «Сорик». Да. И какие цифры в Сукоку в Советском Союзе? По-моему, так и не посчитано, честно говоря. Их что, поголовно защищали? Нет, конечно, нет. Это же все-таки существенная цифра. Нет, не поголовно, но в принципе, человек попавшийся. Десятки тысяч людей, да, наверное, в Советском Союзе? Я не думаю, что в сталинское время трудно посчитать. Но, наверное, есть и внутренняя статистика. Насколько я знаю, тоже не вполне этот вопрос. Но они же очень упорные, да? Очень упорные. Они совершенно как бы и возрастают, как я понимаю, сопротивление по мере давления. Есть традиция. То есть, собственно, многие нынешние старейшины у свидетелей Иегова, дети, тех, кто сидел... Репрессированы тогда. Да, даже не в сталинское, а в послесталинское время. И, соответственно, у них это такое семейство. Они просто... Традиция. Поэтому к репрессиям относятся не то, что как бы прохладно, но это как бы, ну да. Часть традиции. Опять гонение, да. Ну, это же вообще по большому счету часть христианской традиции. Ну да, вот хотел сказать, это их, может быть, еще больше укрепляет в их вере и говорит о правоте их. Безусловно. То есть, вот... Просто они хронологически ближе к гонениям, так сказать. Конечно. А у них свои и очень близки, вот память, да, поколений, почти память тела. Все. Ну, они вообще как бы себя чувствуют, как я понимаю, очень близки к такому, к изначальному христианству, к библейскому христианству. Вот эта идея прямой проповеди. Что раздражает вот такие мейнстримные религии, что они узурпировали право на такое библейское, вот мы несем библейскую религию. Новая ветвь христианства, естественно, воспринимает себя, в первую очередь, именно как истинную, вернувшуюся к корням и отринувшую наслоение, там, неправильно, исторически. Это, собственно, так устроен весь протестантизм, появляется новая волна, которая отвергает все излишнее. А там сильный празелитизм? Или это так семейно передается? Уже люди рождаются в эту традицию? Или приходят новые? Если мы потребили это слово, да, празелитизм, мы должны его пояснить. Это ругательство, конечно. В хорошем куменическом обществе, да, вот мы сидим такие вот уважаемые люди, вы знаете, вот он, кажется, занимается празелитизмом, фи как нехорошо, да. А это миссионерство на самом деле. Другое дело, что празелитизм в куменических терминах определяется как недозволенные пути миссионерства. То есть соблазны, убеждения, там еще что-то такое. Вот. А у них это в чистом виде. Но что такое этот чистый вид, другой вопрос. Я это наблюдал на улицах, но на меня это впечатление особого не произвело. Но тем не менее, это их призвание. Они иначе не могут. Ну, люди к ним приходят. Апостол Павел сказал, горе мне есть, я не благовестую. Вот они по-своему, по-своему, своими словами, с опорой на свои, вернее, по-своему прочитанные библейские тексты. У них свой перевод Библии. Которые уже тоже запретили. А, их перевод Библии тоже экстремистская литература. А он все-таки экстремистский, да? Да, да, он запрещен. И, конечно, что называется. При том, что они пытались как-то прикрыться. Вот была известная президентская поправка, которая запрещает запрещать Библию, Коран, как основополагающие тексты. Но еще какую-то поправку вносили. То мы говорили, что это никому не поможет, потому что никто же не запрещает Библию на иврите и арамейском. Все равно запрещают же перевод. Кому какое дело, что написано на иврите? И Коран запрещают не на арабском, а в переводе. Я не могу понять, на каком основании перевод Библии можно считать экстремистским. Какая разница? Все тексты запрещены на одном единственном основании, и это тоже не их специфика, это про многие религиозные тексты, за утверждение религиозного превосходства. Что наша религия хорошая, а ваши плохие. Наши верующие спасутся, попадут в рай, а ваши наоборот. А в их переводе Библии это есть? В переводе Библии, как вы понимаете, есть так в любом переводе. В Библии можно много прочесть нелестного в адрес тех, кто верит неправильно. Ну да. Поэтому, что ж там искать, даже не трудно. Но ведь это один из центральных тезисов учения Расселла, об этих 144 тысячах истинно спасенных. С ним же очень интересная история с религиовической точки зрения. Что его перевернуло? Какой религиозный вопрос? Какая религиозная проблема? Это проблема ада. Вот как так? Бог, который все знает, создал, замыслил человек, уже понимая его историю. Что он обязательно согрешит, сорвется, будет грех, будет наказание. Так что это все было сделано специально? На самом деле, все это было в истории христианства. Такие же вопросы и попытка на них ответить. И это как-то приводили в порядок. Всегда так немножко отлакировывали, затушевывали. И Августин, это на самом деле еще, ну, Августин японский, да? Это вот та традиция. Отсюда и ориген, предопределение. А как же так? Что же с этим делать? Тогда Рассел, ну, как бы решил. А тогда смерть. То есть, смерть это уничтожение, аннигиляция. Нет вечных мук. А все, мы ликвидируем этот неудачный проект. То есть, на самом деле, вот в его, вот этих дальнейших, да, конструировании своей религии было очень мощное внутреннее вопрошение, которое исходит, конечно, из христианства. И доведено до какого-то радикала вот в этих вот протестантских движениях, откуда все они и вышли, основатели и свидетели Иеговы. То есть, здесь вот этот вот посыл. И все же, Александр, в чем их экстремизм сейчас? Экстремизм? Что? Не откажешь от службы в армии и переливания крови? Нет, нет, нет. Есть интернативная служба, есть переливание плазмы. Да, и элементов крови. Они не отказываются ни от плазмы, ни от элементов. Это все технические вопросы абсолютно. И это, впрочем, не имеет никакого отношения к антиэкстремистскому законодательству. Про кровь-то. Да и про службу в армии тоже. Собственно говоря, когда все были судебные разбирательства, конечно, в разговорах время от времени всплывали все эти темы, но основной и почти единственный момент, который в реальности отразился в судебных приговорах и в судебных решениях по делам и запрете их литературы, с чего все началось, на самом деле, это именно и только то, что они утверждают религиозное превосходство. Это часть определения экстремистской деятельности, утверждение превосходства людей по признаку отношения к религии. Не утверждают, что их верующие правильные, остальные неправильные. Это утверждение религиозного превосходства. Но это же входит в любую религию, в любую совершенно мусульманскую проповедь. Да в любую. Иудейскую. Захочется предъявить, это предъявит любому. Значит, случаи такие были. Почему захотелось тогда? Почему их таргетировали? Потому что ясно, что это притянули за уши. На этот вопрос нельзя прямо ответить, потому что нам неизвестно. Мы знаем две вещи. Мы знаем, что были попытки их как-то прижать еще с 90-х годов, начиная. Ну, советский период мы опускаем уже. Потому что это вроде там подвели черту, их реабилитировали, как жертв политических репрессий. У них удостоверение есть. У некоторых из тех, кто сейчас еще вполне руководители, они как дети тогда в ссылке бывшие, допустим, у них есть эти бумажки. И началась новая история. Потом на них снова начался наезд, как тогда выражались тоталитарные секты. Ну, что вот они вредят своим верующим. Ну, там всякие побасинки на эту тему. Но это все плохо получалось. То есть они все равно функционировали и умножались в числе. Был известный процесс в Москве по запрету московской организации. А вот, кстати, извиняюсь, мы не закончили, если я на секунду перерусь. Умножаясь в числе, все-таки еще раз, они привлекают к себе людей из числа атеистов, из числа... Это не то, что передается из поколения. Ну, отчасти передается, но они говорят, что сейчас их 170 тысяч, допустим, они преувеличивают и, скажем, в два раза меньше даже. Ну, это 160-165. Но я думаю, что из советского времени вышло меньше. То есть очевидно, что... То есть новая и единственная проповедь не может быть прям совсем неэффективной. Они все-таки активно этим занимаются. И в конце концов стало ясно, что ничего так не получается. При этом велась активная пропаганда. Вот тот факт, что их так не любят, отчасти, конечно, такой носит стихийный характер. Люди, которые ходят в квартиру регулярную, все время не вовремя поговорить о Библии, и к ним люди испытывают неприязнь. Это такой фоновый момент. Но, кроме того, была действительно целенаправленная пропаганда, и они были одними из самых упоминаемых плохих, так сказать, религий. Вот этого анти-сектантского движения. Слушайте, а неужели это где-то работает? С кем-то работает, что звонят двери, хотите поговорить о Библии? А давайте. А вот садитесь, вы, если вы что-то... Есть люди, которые... Наверняка. Со мной не сработал. А приходили? На вас они рассчитывали. Ну как? А как раз все было именно... Значит, была такая ситуация. Я прихожу с работы. Ну, как всегда, да, человек мужского пола с работы должен приходить уставший. Вот таким я и прихожу. И вижу, что жена разговаривает с двумя такими тетеньками. И тетеньки что-то ей такое религиозное рассказывают. Я их обхожу, прохожу к себе. В дверях фактически стоят. Да, вот открытый коридор, открытая дверь в квартиру. Стоят тетеньки, не входят. И какие-то буклетики у них в руках. Я не посмотрел, потому что был типа уставший. Вот. Потом где-то три минуты я как Штирлиц, да, так, ну, перезагрузился. Выхожу и слышу фразу. А католики, да, они такие растякие, да, вот они войну благословляют, оружие благословляют. Вообще такие ужасные. А я уже немножко, так сказать, вот перезагрузился. Вот, отлично, я католик. У меня есть благословение. Сейчас я вам покажу, как это делается. Ну, и с улыбочкой. Как они прыснули, да, лифты эти тетеньки, да, и даже часть своих буклетов оставили. Я посмотрел, да. Вот. То есть, ну, это Москва. Это вот эпизод в Москве. Я нехорошо, наверное, поступил, но потому что был уставший. Приношу извинения. Но, да, и вот они очень, как-то так, очень подробно что-то объясняли. Вот то, что я слышал крайне муха. То есть, это не карикатурный образ. Они буквально ходят для двери. Да, конечно. Когда они их сталкивались, конечно, ходят. Нет, я знаю, что существует, просто я не видел, или нет. Впервые я вижу человека, который сказал, что к нему пришли домой. И ко мне приходили. При этом они, на самом деле, делают это достаточно аккуратно. То есть, например, не знаю, у нас был эпизод, когда мы там давно еще в 90-е снимали там под офис квартиру у свидетелей Игова. Ну, собственно, мы снимали просто у каких-то людей, они оказались свидетелями Игова. Один раз они с нами попробовали поговорить там про Библию, поняв, что это ни к чему не ведет, они эти разговоры не продолжали. То есть, это не то, что они за тобой гоняются, не хватают за фанты. Они просто приходят, смотрят. Поговорили, да, да, нет, нет, пошли дальше. Страна большая. Другой случай был, это уже были такие, ну, скажем так, деловые отношения, профессиональные. И потом обнаружилось, что человек, который был куратором там в моей какой-то ситуации, совершенно такой деловой, да, вот, был свидетелей Игова. То есть, более предупредительного, внимательного, обязательного, пунктуального, я просто не видел. Просто само совершенство. Ничего лишнего, и все очень по делу. И никаких разговоров про Библию. Свидетели Игова в нашей жизни, свидетели Игова среди нас. Продолжаем наш разговор о свидетелях Игова, а вернее о тех репрессиям, которым они подвергаются в последнее время в России. И это маховик политического давления, маховик репрессий раскрутился достаточно основательно. И сейчас уже пошли вполне серьезные реальные тюремные сроки. Говорим с нашими гостями Александром Верховским, директор информационно-аналитического центра САВА, и Алексей Юдин, историк и религиовед. Как быть со свободой совести? Как вот эта вся история у нас сочетается со статьей 28-й Российской Конституции? Плохо. Она сочетается плохо. То есть, как ни крути, как-то, получается, что верить можно, а собираться нельзя? Это на самом деле нелепость. В Конституции написано не просто, что можно верить, а что можно исповедовать свою религию совместно с другими. Что предполагает, очевидно, не молчаливое сидение бок о бок, а какую-то совместную религиозную деятельность. Например, молитву коллективную. Самое базовое такое религиозное поведение. Потому что религия же это главное, мало ли кто во что верит. Религия это некое, так сказать, коммуникативное действие. Это все-таки социальный феномен, не только личный. Поэтому действительно сейчас действующее антиэкстремистское законодательство ограничивает именно эту религиозную свободу. То есть получается, что если людям запретили их организацию, то они на молитву вместе собраться не могут. Потому что это интерпретируется как продолжение деятельности этой организации. И действительно, а какая главная деятельность у этой организации? Молиция основная деятельность была. И в принципе, это серьезная коллизия между Конституцией и этим законом, которая должна быть по уму разрешена Конституционным судом. Ну вот я надеюсь, что в Конституционный суд в конце концов кто-то придет. И этот опрос будет разбираться. Никто не подавал жалобу в Конституционный суд. Но в принципе, это не только их касается, опять же, и это проблема. Вот те же мусульмане из, скажем, самый близкий типологический такой пример, это последователи Саида Нурси, мусульмане. Их деятельность сводится ровно к тому, что они собираются на квартирах. У них даже никаких зданий нет. Собственно, их довольно мало. И читают, обсуждают книжки тоже такие маленькие, этого самого Саида Нурси. Это совершенно мирные люди, очень мирные книжки. То есть там тоже никакой нет реальной причины туда влезать. Но тем не менее, это все запрещено. И вот все то же самое происходит. Они собираются, их привлекают, потом сажают. Просто с свидетелями Иеговы масштаб другой. Когда началась в 2009 году эта кампания, в такой фронтальный на них наезд, не знаю даже как сказать, потому что тогда это было именно так. Было письмо генпрокуратуры, и оно есть просто, это письмо. Потому что они послали его по всей стране. И на основе этого письма начались проверки. Причем всех сортов, как у нас это бывает. И потом начались сразу процессы. Первым же процесс прошел тогда, в том же году в Таганроге. Была запрещена первая местная организация. И сразу тем же решением 34 текстика. А потом стали делать чуть аккуратнее. Сперва запрещать текстики. А потом организации за то, что они эти тексты используют. Или якобы используют. Там есть видео, где им подкидывают эти прошивки. А потом нужно привлекать людей за то, что они в этих организациях участвуют. Потому что они продолжают же собираться на молитву. А куда же они денутся? Вот Кристенсен, он как раз проходит по делу организации, которая была запрещена таким образом в Орле до того, как они были запрещены все. Это вот предыдущие запреты. А теперь, соответственно, дел гораздо больше. То есть сейчас нам известно больше ста людей, которые являются обвиняемыми. Сидят сейчас реально только Кристенсен. Сидит в данный момент в СИЗО 27 человек. 27 человек в СИЗО. 27 человек. Кристенсен, рекордсмен, он сидит больше полутора лет уже. Но у него вообще какое-то странное все-таки дело. Он выбивается из ряда. Еще датчанина держат там. Ну, все это как нетипично. Есть двое из этих 27, которые с прошлого июня. Там сидят. Было немало людей, которых арестовывали. Потом выпускали под домашний арест. Так что через СИЗО прошло больше людей существенно. Они появляются все новые. И буквально вот вчерашняя новость, что последнее дело в Сургуте, которое было заведено. Там трое попали в СИЗО. Несколько человек допрашивали. И семь человек заявили, что они подверглись пыткам. Таким не в смысле им дали по морде. В смысле их реально пытали с электротоком и так далее. Это нуждается в проверке, естественно. Потому что СК, конечно, тут же опроверг. Но, очевидно, проверять надо. Потому что такие вещи случаются у нас. И где предел вот этого всего? Ну, даже, допустим, 100 тысяч человек. Что, 100 тысяч человек будут сажать? Я не очень в это верю. 5 тысяч уже уехало. Или 5 тысяч уехали за какой срок? Ну, вот с тех пор как. С 9-го года примерно? Ну, трудно сказать на самом деле точно. Они же не ведут прям учет такой. Или все-таки это такая, как и в других областях, тактика точечных репрессий. Это, так сказать, прижать для виду человек 200. Ну, понимаете, здесь непонятна цель. Непонятно. Вот, условно говоря, вот этих упомянутых последователей Саида Нурси можно, в принципе, как бы извести полностью. Запугать всех так, чтобы они уехали, их немного. Сделать так, чтобы они исчезли со сцены мусульманской жизни, грубо говоря, в стране. Такая задача может быть поставлена. А сделать так, чтобы 100 тысяч человек уехали, или 100 тысяч человек сели, ну, это не... Ну, это скандал, конечно. Мне кажется, это даже невозможно в каком-то смысле. Это уже где-то на грани абсурда, да? Который даже не имеет никакого измерения, ни политического, ни исторического. Ну, учитывая нынешний проживаемый исторический период, я думаю, что апелляция к невозможности... Даже проживаемый период, и то не рассчитан на такой абсурд. Не работает. А вот по поводу свободы совести, да? Да, 28-й статье, да. Ведь на самом деле это выводит на фундаментальную проблему, мне кажется, потому что свобода совести это очень хрупкий плод определенной культуры, достигнутой при определенных условиях, и то системный продукт, да? Свобода совести не существует сама по себе, она существует именно в комплексе, да, системно, с другими свободами. А вот из другой оперы, но близкой. Это у нас набережные Челны, прошлые годы, 23 ноября, 18-й год, это уже евангельские христиане-баптисты, то есть, скажем, такие вполне приличные люди. Леонид Поваров, который совершал на берегу Камы обряд крещения, в кавычках, да? Я читаю судебные постановления. Вот, и вот объяснительная часть, кстати, вот она нам дает некие размышления, да, и для общего нашего сюжета. Значит, его действия, то, что он не зарегистрирован, и зарегистрирован, и совершал, и так далее, что дают действия? Создавали опасность нарушения общественного порядка, поскольку, и дали очень интересно, открытая демонстрация религиозных убеждений, это по поводу вот свобода совести и уровня ее реализации, запомнили, открытая демонстрация религиозных убеждений может раздражать или оскорблять тех, кто исповедует иную религию, или не исповедует никакой религии. Потрясающе. Стоп, запятая. А следовательно, этим создавалась потенциальная опасность причинения ущерба нравственному и физическому здоровью гражданам. Далее тоже кое-что написано. Потрясающе. Это по поводу свобода совести. То есть можно смело, что у меня там храм под окнами, если люди, которые в воскресенье с утра идут в храм, они звонят, раздражают. Крестный ход пасхальный. Крестный ход, да, на Пасху. Католики выходят на свою процессию, на тело, да, Христово. Могут раздражать. Могут раздражить. Могут. И даже оскорбить. И ведь есть оскорбленные люди. Они всегда найдутся в некотором роде, как известно. А тут мы попадаем еще в одну прекрасную ловушку об оскорблении чувств верующих. Это тоже законодательным образом у нас обозначено. То есть тут симметричная ситуация. Неверующие могут оскорбиться на верующих, верующие на неверующих, верующие друг на друга. Все могут оскорбиться, а государство приходит туда в полицейской форме и наводит порядок. А неверующие... Ну, не было случая оскорбления чувств неверующих? Не было, потому что по статье только верующих. Но вот здесь судья, набережный Челнинский, он же предположил, что и неверующие могут оскорбиться, узрев крещение людей в реке. А то мало ли они там утонут, кто-то спасать их кинется. Ну, не знаю. Я не знаю, что он имел в виду. Это вот настолько глубоко, как бы даже не секулярное, а какое-то именно антирелигиозное сознание, что вот люди что-то неплохое там делают в этой речке. Антирелигиозное или антисектантское? Мне кажется, что вот это вот какая-то очень сильная идея синкразия против сектанства. В конце концов, если бы за православный батюшка там крестил ребенка, я не знаю, крещенские купания. Вот, крещенские купания, как известно, тоже многих людей раздражают. И даже были случаи уголовных преследований на особо раздражившихся, так сказать, которые, ну, ругались на купающихся. А, преследования раздражившихся. Да, купавшихся. То есть люди раздражаются сильно, и их немало раздражающихся. Это, в принципе, религия, вообще-то, такая вещь, которая конфликтна. Мир принес Яну меч. И она была конфликтна, и будет конфликтна. Но смириться с этим людям в форме очень трудно, потому что это не порядок. А стремление навести порядок, оно ведь не само по себе существует, оно действительно существует в рамках какого-то их видения того, как порядок устроен. И вот свидетели Иеговы как-то неудачно попали в эту картину мира, потому что у них есть недостатки. Во-первых, они раздражают тем, что они вот религиозно и демонстративно ходят везде с своими брошюрами. Во-вторых, они американские. Не они одни, естественно, но они как-то очень заметно американские. Опять же, башня эта сторожевая у Бруклинского моста. В-третьих, что очень важно, то, что было сказано, они не любят общаться с государством. А государства, они не входят ни в какие советы, там, при чем-то, никуда не ходят. Они законопослушные, но они держат дистанцию. Власти, в свою очередь, на это смотрятся подозрением, от чего это они прячутся. Абсентиизм нормально воспринимается, то, что они и служат... Ну, неприятно, конечно, но не они одни. Но есть же альтернативные, они не одни, есть альтернативные службы. Есть много, кто не служит, это вызывает раздражение некоторое, но не такое сильное. То есть кесарь же любит, чтобы к нему приходили и показались. А они не приходят и не показываются. Да. Ну, ты зайди, просто вот отметься, да, что заходил, не надо даже ничего говорить, просто отметься, а не такой. Вот такой важный вопрос, а какая в этом во всем роль РПЦ в преследованиях? Вот вы говорите 2009 год, а ведь это патриарх Кирилл приходит. Да, приходит. Это связано, ведь, говорят, вроде при Алексии такого не было. Ну, вот этого не было, но надо сказать честно, что кампания началась раньше, чем была интернизация Кирилла. Хронологически это было в обратном порядке. Их подобным уже, конечно, было. Нет, и сама вот это письмо, вот это стартовый момент, письмо генпрокурора о проверках, оно просто на несколько месяцев раньше, чем появляется Кирилл. Понимаете, конечно, РПЦ не любит свидетелей Иеговы. Как, впрочем, она не любит и все альтернативные течения, которые покушаются на потенциально православную паству. То есть, грубо говоря, если кто-то проповедует что-то другое среди, не знаю, там, башкир, это окей, потому что они потенциально не паства РПЦ. Если среди русских, украинцев или не знаю еще кого, то это уже нехорошо. Но, с другой стороны, таких много. И возникает вопрос, почему эта нелюбовь так сильна именно к свидетелям Иеговы. Мне кажется, что как раз у церкви она, ну, не скажу одинаково прям ко всем, но вот никогда такого, я не помню такого, что именно свидетели Иеговы выделялись как самое главное зло. Даже антисектантские борцы, такие, ну, вот, пламенные, которые только этим и занимаются годами, они, конечно, свидетели Иеговы были среди, постоянно, среди таких часто упоминаемых, плохих, но они там были тоже не в одиночестве совершенно. Вот кришнаитами, допустим, кришнаитами случаются неприятности на уровне антимиссионерского законодательства постоянно. Вот неправильное миссионерство их привлекает, но все-таки их не запрещают и в тюрьму не волокут. А миссионерское законодательство как сформулировано? Там написано, что миссионерство, миссионерство с точки зрения нашей законодательства, это немножко абсурдно, это не то, что все обычно думают, это вовлечение человека в религиозную организацию конкретную. И этой деятельностью может заниматься либо руководитель такой организации, то есть член прям какого-то руководящего органа, либо священник, священнослужитель этой организации, то есть имеющий какой-то сан в этой организации, либо лицо от двух предыдущих категорий, получивший письменную лицензию, что ли, на эту деятельность. Санкционированная миссионерская деятельность. То есть если я выйду на порог православного храма и скажу, люди, приходите на литургию, это будет незаконное миссионерство. Я буду вовлекать прохожих в религиозную организацию. А если священник выйдет с этими же словами, будет все окей. Если выйти с плакатом «The end of the world is near» и близится конец света, это тоже может быть как незаконное миссионерство. Смотря, где ты появился и какое удостоверение у тебя в кармане. Это же еще надо понимать, что... Ну и без удостоверения, Вот как сейчас сочинские буддисты, да, вот такой смешной, как бы, случай. Там историй много, они дикие абсолютно. А что сочинские буддисты? Буддисты вот залетели вот на этой ситуации, в ангаре где-то они собирались на медитации. А, да, да. И оказалось, что это нерегистрированная буддистская агитация. У них другое. Они, что вот они не зарегистрировали группу, это еще одна болезнь. Вот, вот. Но, в принципе, поскольку антимиссионерские вот это норма, это, кстати, в пакете Яровой было вставлено, что еще украшает дополнительность, то есть это вроде про безопасность. Но реализуется это на уровне участкового полицейского. Это такое мелкое административное правонарушение. А они, конечно, в тонкостях не очень сильно разбираются. Поэтому основные потерпевшие там это протестанты и вот кришнаиты. Но, опять же, это ограничивается мелкими административными штрафами. Это не идет на уровень антиэкстремистского законодательства, ФСБ. Светили Иеговы это сплошь почти везде ФСБ. А почему? То есть здесь какая-то индивидуальная и крестовая поход. не должно быть. ФСБ может быть где угодно. Но по закону-то. Но оно там не обязательно должно быть. Это антиэкстремистская, не антитеррористическая норма. То есть могли бы и центры Э работать. Они и работают, но ФСБ почти везде. То есть такое ощущение, что они там не случайны. Ну, то есть, видимо, это какое-то на высоком государственном уровне принятое решение работать именно по ним. Да. Конкретно по ним. Ну, вот мы же не можем на этот уровень заглянуть, так сказать. Свободу совести. 28-я статья Конституции Российской Федерации. Насколько это все исполняется, насколько это все применимо в нынешних условиях, когда идут такие гонения на яговистов, на другие секты, динаминации? Продолжаем наш разговор о свидетелях Иеговы, о гонениях на свидетелей Иеговы, о том, какова в этом роль официальной церкви, роль силовых органов и почему они так раздражают российское государство. О роли секта бынославных рассуждает настоятель храма святителя Николая Мерликийского Владимир Новицкий. Ну, это не секта христианцев, конечно, это просто отдельное лжеучение, скажем так, со своей историей, со своими традициями и так далее, со своими адептами. Я думаю, это надо разделить самоучение и людей, которые находятся в этом учении. То, что учение, конечно, является ложным с точки зрения верующего человека обо Христа, учение является пагубным, безусловно, потому что оно не учит о Христе как о Боге-человеке и так далее, и так далее, потому что оно совершенно отдельно от церкви, но по-другому относиться к людям, потому что каждый человек имеет образ Божий в себе. Зачастую люди, попавшие в секты, это люди крещеные, и я бы хотел прежде всего сказать, что нельзя относиться к ним с какой-либо агрессией или с осуждением. С сожалению, с переживанием за них, с молитвенным отношением к их отпадению или к их, может быть, еще неразумности, это да, безусловно. И, собственно говоря, власть человека, силы заключаются не в каком-то напоре, может быть, эмоциональном, не даже в каком-то свинтуальном знании, а прежде всего в любви. Поэтому, если будем иметь любовь к себе, к окружающим людям, то, безусловно, люди, террасектанты, которые находятся в таком состоянии, далеком, может быть, от благодати Божией, не могут не почувствовать искреннюю любовь и потянуть ко Христу. Но я бы хотел сказать, что все-таки сейчас времена немножечко другие, это не 90-е годы, когда еще не было так раскрыто церковная жизнь, когда не было еще восстановлено столько храмов, когда не было такой преемственности священнической, которая начинает сейчас уже появляться, зарождаться. Поэтому думается, что все-таки в настоящее время нет такого глобального искушения, чтобы божество людей приходило именно в секты. Я думаю, все-таки храмы Боро сейчас открыты, священное писание доступно, духовная литература доступна, и огромное количество молодежи приходит в православный храм. В секты приходят зачастую люди по незнанию, потому что они не имеют никакого духовного опыта. Люди, ищущие зачастую, имеющие духовную жажду, еще не имеющие правильных ориентиров, еще не познавшие Христа. Но вы знаете, часто бывает так, что если человек искренне относится к вере, если искренне ищет, то рано или поздно Господь таковых людей все-таки приводит к себе. И такие люди рано или поздно приходят ко Христу. Если они действительно стараются жить по совести, искренне ищут Бога. Я посоветовал бы молиться за них. Молитва имеет огромную силу. Зачастую, мы недооцениваем силу молитвы. Надо верить в те слова, которые говорим Богу. Верить, что Господь слышит каждое слово, каждую мысль, каждое чувство наше понимает и знает. Поэтому если молятся молиться родные, близкие, Господь, конечно, такие молитвы принимает. Потому что они всегда говорятся искренне от всего сердца. И следующее, что я бы хотел сказать, конечно, надо все-таки, если родные, близкие, православные люди, верующие люди, надо говорить время от времени. Хотя бы они бы не слушали. Хотя бы они даже не вспоминали эти слова. оно, знаете, капля камень точит. И слово, которое приправлено любовью, Божьей благодати, имеет силу. И так или иначе воздействует на сердце человека. Ну и последнее, в мой случай, не отвергать этих людей. Не отвергать, как каких-то отщепянцев, как каких-то нелюдей и так далее. Это родные, близкие люди, которые нуждаются в спасении, нуждаются в сострадании, нуждаются в Слове Божьем. Даже хотя бы они и не понимают этого пока или не хотят нас слушать. Владимир Новицкий, настоятель храма святителя Николая Мерликийского, в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко. А реакция международных организаций, она есть? Вот да. А преследование эговистов? Конечно. Уже высказались практически все. И ЕСПЧ по-моему, и ООН комиссар? Значит, в ЕСПЧ еще не успел высказаться, потому что там длинная очередь. Комиссар, да, по праву человека ООН только что высказывался. Вот институции такие высказывались, конечно, все. Что касается ЕСПЧ, это очень важный момент, потому что, разумеется, в ЕСПЧ жалобы ушли давно. И они, в ЕСПЧ, как известно, все очень долго тянется. Но когда случился запрет, вот этот тотальный всех организаций сразу, то он был обжалован тоже. И вот эта жалоба была приоритизирована в ЕСПЧ. Уже она коммуницирована, уже пришел ответ от российского Минюста туда. Так что, в принципе, рассмотрение может быть в ближайшие месяцы. И вот тут наступит момент. Наш председатель Верховного суда уже сказал на днях, что если ЕСПЧ решит, что запрет был, не соответствует конвенции, мы будем пересматривать решения. И они обязаны. То есть, если по кодексу. Но результат этого пересмотра не гарантирован. Они могут пересмотреть и решить, что все равно все правильно. Ведь было же еще и последнее замечание Путина по этому поводу, которое вроде можно считывать как... Можно и не считывать. Какое-то дело такое. Искусство считывания, да. Я не очень понимаю, о чем идет речь, но это какая-то глупость. Если можно перевести такой разговорный язык. Да, обещал забраться. Я еще пока не в теме, но это какая-то глупость. Вот это прозвучало так. Это важно, что я не в теме. Вот все эти встречи на встречах Путина с Советом, где все это происходило, правым человеком, такие ситуации возникают часто. Вы же там присутствовали. Я там присутствовал, соответственно, как член этого совета. И такое бывает часто. Ему говорят о чем-то, о чем он не знает. Поэтому, что, ну, естественно, в общем, не может же он все знать. И он очень часто говорит, ну, я не знаю, надо разобраться. Если это звучит, рассказ как-то особенно вопиющий, то он может сказать, ну, да, это вот ерунда какая-то, но надо разобраться. Обязательно эти слова будут. И потом это разбирательство может иметь какой угодный результат или не иметь никакого. То есть формально после заседания Совета должен быть список президентских поручений. Его пока нет. Его просто нет пока. Это, надо сказать, кстати, интересно, потому что он довольно затягивается уже этот выпуск поручений. Но все равно не может там быть такого поручения прекратить все. Все-таки там это судебное решение, он не может так поручить. Но, например, он мог бы поручить генпрокурору, подумать лучше. Да, там, вот Минюз же шел истцом в Верховный суд тогда, не генпрокурор. Это открывает некую лазейку. Генпрокурор в порядке надзора может разобраться. Не было ли что нарушено. Ну, можно выйти из положения. Ну, то есть, институциональные выходы здесь есть. Аккуратно фарш в другую сторону, да, подкрутить. Постараться. Кое-что трудно уже в другую сторону. У них, например, изъяли все имущество недвижимое. А, вот что. Все здания же изъяты, которые были записаны на организации, а не на частных лиц. А это много. Это там какая-то очень большая сумма. Вот эту часть фарша трудно в обратную сторону. То есть, они собираются по квартирам теперь фактически. И что, все они так или иначе на учете в ФСБ, где состоят в центре? Мы не знаем. Все в этом есть 100 тысяч человек. Все ли, но... Ну, вроде как не с ФСБ, да. Ну, как мы понимаем. Ну, активные люди, конечно, состоят на учете. Иначе как бы они по ним работали. Как они выражаются. Какие еще, как выражаются, угрожаемые группы? То есть, о ком сейчас, в первую очередь, надо говорить в связи со свободой совести? Саентологи. Саентологи, да? Ну, у них есть уголовное дело в Петербурге. Там сейчас два человека остаются в СИЗО, если я правильно помню, или один. Но обвиняемых несколько. И, ну, как бы не относиться к саентологии, это такой тоже интересный вопрос, но обвинения довольно экзотические. То есть, они еще более экзотические в каком-то смысле. Первое обвинение в том, что они возбуждают вражду к социальной группе, потенциальные источники неприятностей. Есть такой термин у Рона Хаббарда. Это те люди, которые плохо отзываются о саентологии. На самом деле, в кодексе этики, вот этой саентологической, с которой написано, что с ними не надо общаться, не разговаривать, не давать интервью, вообще игнорировать эти источники. Это правильно. Трудно назвать это возбуждением вражды, в общем-то. А второе обвинение более анекдотическое, что они мошенничают, что они продают некую услугу, а на самом деле услуги-то не оказывают. Ну, у них же платные вот эти, уодитинг, ты поднимаешься по некой духовной иерархии и каждый раз платишь деньги. А услуги нет, на самом деле. И это открывает широкие перспективы для обсуждения того, что вообще в религиозных организациях происходит. Можно вообще закон о защите прав потребителей. Это мощно задвинули. Ну да. Этот вопрос... Оказание услуг несоответствующих. Известно же, что общество прав потребителей все время пыталось к храму Христа Спасителя как-то прикопаться. Но не в связи с основной религиозной деятельностью, а в связи с этим, с оптимулкой. Ну, что даже продажа, ну там, не знаю, иконок или крестиков является не продажей, а сбором пожертвований. А, да, да. Что ничего не продается, на самом деле. Ну, потому что это налоговый вопрос, конечно. А уж денежки в кружку и затребы... А где у вас касса на церковном ящике? Это все проплитые вопросы. Там же саентологи. Кто еще? Мы видим, что ивановские христиане попали каким-то чудом. Много проблем у протестантов. Да, это вот просто следующее. Но они все проходят под вот это вот, наверное, под грифом «секты». Ну, в каком-то смысле это «секта» — «секта» — «борчество». Ну, тут есть грани... В научном обществе принято новые религиозные движения, как такие небольшие эуфемизмы, да. Но термин «секта» тоже очень сложный, да, очень неоднозначный. Что такое секта, да. Ну, как бы, одна этимология говорит о том, что это нечто отсеченное, да, но от чего-то происходящее. То есть, в чем все суть этого раздражения? Они были наши, откололись, стали не наши, а ту их. А эти вообще непонятно какие. Да и бог с ним, пусть там бегают. Все равно не наши. И не были никогда. То есть, тут очень сложно. Вот люди, которые занимаются сектоборчеством, так сказать, профессионально, такие люди есть. У них всегда есть классификации. Какие-то совсем плохие, какие-то так туда-сюда, а какие-то являются терпимыми другими, так сказать. А кришнаиты уже упоминали. Ну, вот у них есть проблемы. Понимаете, проблемы есть много у кого. И здесь никогда непонятно, куда еще дальше двинется эта машина. Ну, здесь еще как бы такой вот, да, фактор общественной, что ли, раздражительности. Кришнаиты, ну, как бы, такие дети солнца, да, такие хиппи. Вот они ходят, стучат в барабаны, что-то поют. А еще могут с гармошкой, например, пройтись. Я сам видел, как в Ярославле, они шли с гармошкой, да? Ну, бесит меня. Ну, не могу. Знаешь, ну, что это они такие свободные? Что такие счастливые? Что такие счастливые? Радостные. В России нельзя быть таким довольным. У меня там с женой проблемы, на работе фиг знает, что творится. Да и вообще жизни удалось. Они такие веселые ходят и в барабаны стучат. Ну, да, мы не в Индии, в конце концов. Что они идут и улыбаются. Так не принято. Ну, это источник раздражения на уровне вот таком. На самом деле, бывает массовое раздражение, которое выливается в какие-то злоупотребления на низком уровне полицейском. Это то, что происходит сейчас с антимиссионерским законом. И то, как придираются к пятидесятникам и к кришнаитам в первую очередь. А бывают проблемы, которые продуцируют уже серьезные люди из руководства МВД, из ФСБ. Они вот случаются не со всеми. Но в орбиту их внимания можно попасть. Вот сперва ты в ней не находишься, а потом вдруг раз и... И, конечно, все недостаточно популярные, недостаточно мейнстримные религиозные течения, они живут все время в неком нервном состоянии. Потому что никак неизвестно, что еще случится. А общество, вот как сами люди, как российское общество, насколько растет, меняется терпимость к иноверцам? Здесь тоже нет, наверное, какого-то определенного поступательного. У вас не было никакой статистики об отношении? Я вообще не знаю такой. Иногда бывают опросы, как вы относитесь к мусульманам, к католикам, часто спрашивают, или еще к кому-то. Но как часто? Опять же, не часто, а раз в несколько лет такие опросы случаются. Вообще нет регулярных опросов на эту тему, и они какие-то смутные. То есть, скажем, про мусульман, очевидно. Я помню, я когда-то смотрел разные опросы, людей, которые подозрительно относятся к исламу, гораздо больше, раз в два, чем людей, подозрительно относящихся к мусульманам. Мусульманам, да. Да? И можно понять, почему это так получается, например. А во что это... Но потом важно, во что это практически выражается. Человек может быть... Ну, ему кто-то неприятен, но на самом деле ему это все равно. Ну, неприятен. Его спросили, он сказал, да, мне не нравится. А не спросили. Ну да, в практическом плане это никак не выражается. Да, кушать люблю, а так нет. И все. Поэтому эти опросы не очень нам дают. Да, то есть непонятно, что дальше, да? На связи вот с этими новыми тенденциями, антиэкстремистским, антимиссионерским законодательством, давление на ислам возвращает? Возрастает? Местами. Ислам же разный. Поэтому все... В принципе, общая логика с начала 2000-х такая, что мусульманские группы и течения, которые не являются привычными в данной местности, тут еще важно, чтобы для местности, а то, что везде по-разному же было, рассматриваются как подозрительные. В этом есть даже некая логика полицейская такая, потому что люди, ищущие, они в том числе являются группой риска. Среди этих ищущих могут оказаться и те, чьи поиски заведут их вплоть до оружия. Поэтому за ними-то именно и нужен присмотр. Но вот эта грань между присмотром и репрессиями очень легко переходится. Можно понять, почему какие-то группы попадают под присмотр, и в этом есть разумные основания. Но потом выясняется, что это уже, оказывается, и не присмотр. Этим вообще должны заниматься силовики? Должны, если там, где есть реально перспектива угрозы, террористы. Какое вообще юридическое поле существует? Какая система правовых отношений? Мы знаем, что практически во всех, по крайней мере, европейских странах силовики занимаются какой-то профилактикой среди подобных групп. Да, это вопрос применения, вопрос правоприменения, как и во всех подобных случаях. Радикализация до насилия, возможно, практически потенциально, да, в любом секторе общества. Поэтому, ну что ж. Ну что ж, я здесь только хочу вспомнить, естественно, это приходит в голову. Во времен Второй мировой войны узник кунцлагера, пастор Мартин Немеллер, да, сначала пришли за коммунистами, потом пришли за социал-демократами, да, я не был социал-демократом. То же самое хочется вспомнить, сначала пришли за яговистами. Так что то, что кажется отдаленной темой, которая касается какой-то далекой непонятной секты, эта тема касается каждого из нас. Это про нас. Спасибо за участие в этом разговоре. Алексей Юдин, Александр Верховский, меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами в эфире Радио Свобода и телеканал «Настоящее время». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова